Металлическая деформация Металлическая деформация Средствием разной кристаллографической ориентировки Относительно плоскости шлифа В зависимости от обработки Размеры зерен могут различаться по величине очень сильно От нескольких микрон до нескольких сантиметров В изделии может сформироваться и разнозернистая структура Зерна отделены границами, структура которых зависит от угла разориентировки соседних зерен Если эти углы больше 10-15 градусов, границы называют большеугловыми Величина зерна влияет на свойства металлови сплавов Так металлы с мелкозернистой структурой Отличаются повышенной прочностью и пластичностью Это хорошо видно при испытании на растяжение Крупнозернистые металлы хрупкие и менее прочные Микроструктура может отличаться характером кристаллографической ориентировки зерен Если большая часть зерен близко ориентирована То такой поликристалл называют текстурованным Весьма распространены текстуры В которых кристаллографические плоскости куба, октаэдра, ромба-додекаэдра Располагаются параллельно плоскости прокатки Текстура может содержать разное число текстурных компонент Характер текстуры сказывается на свойствах металла Пластичность нетекстурованного материала Одинакова во всех направлениях То есть изотропна В этом случае металл при штамповке тянется однородно Пластичность текстурованного металла анизотропна При штамповке металл тянется неоднородно Управлять микроструктурой можно с помощью разных способов деформации И последующего нагрева Рассмотрим это на примере прокатки При прокатке зерна меняют свою форму и ориентировку Они сплющиваются и вытягиваются в направлении прокатки Возникает текстура деформации Кроме того, в зернах повышается концентрация структурных несовершенств Такое состояние металла является метастабильным Для перевода в более стабильное состояние металл нагревают При этом в искаженных участках микроструктуры Возникают и растут новые неискаженные равноосные зерна Это и есть первичная рекристаллизация Возникшие зерна значительно меньше по размерам, чем исходные При дальнейшем нагреве эти зерна укрупняются Происходит собирательная либо вторичная рекристаллизация В фильме эти стадии не рассматриваются В целом под рекристаллизацией понимают процесс замены Одних зерен данной фазы другими зернами той же фазы С меньшей энергией Рассмотрим подробнее структурные изменения При пластической деформации и рекристаллизации Изменение формы зерен при деформации Происходит в основном путем перемещения дислокаций По плоскостям скольжения Атомный механизм этого процесса Связан с образованием и скольжением дислокаций Линии сдвига являются местом скопления скользящих дислокаций По мере увеличения деформации Дислокации движутся в новых системах скольжения Повышается плотность дислокаций Взаимодействие полей напряжения вокруг дислокаций Вызывает их сложные сплетения При этом металл упрочняется и становится менее пластичным Наблюдать изменения дислокационной структуры внутри зерна Можно с помощью электронного микроскопа При увеличении в десятки тысяч раз При этом дислокации видны как темные линии А скопление дислокаций как темные области На первой стадии упрочнения дислокации движутся в основном в одной системе скольжения На второй стадии начинается скольжение в нескольких системах На третьей стадии образуются сложные сплетения дислокаций Возникает ячеистая структура Ячеистая структура важнейший признак третьей стадии упрочнения В объеме ячеек плотность дислокации относительно невелика В основном они сосредоточены в стенках ячеек Толщина стенок может отличаться от нескольких сотен ангстремов До нескольких долей микрона Тонкие стенки характерны для металлов с высокой энергией дефектов упаковки Размытые стенки характерны для металлов с малой энергией дефектов упаковки В середине зерна ячейки незначительно разориентированы друг относительно друга У границы зерна разориентировка значительно сильнее Если скольжение дислокации затруднено Деформация реализуется двойникованием При этом атомы кристаллита закономерно сдвигаются относительно плоскости двойникования Рассмотрим изменения в структуре деформированного металла при его нагреве При нагреве введенные деформации и дефекты перераспределяются и частично устраняются Тау, время начала такого перераспределения связано с температурой зависимостью Где Q, энергия активации процесса Структурные изменения при нагреве делят на три стадии Отдых, полиогонизацию, рекристаллизацию Отдых и полиогонизацию часто объединяет в одну стадию, возврат Отдых происходит при низких температурах Ниже десятой доли абсолютной температуры плавления Он связан с уменьшением концентрации точечных дефектов Вакансии, межузельные атомы и их комплексы Стекают в дислокации и в границы Об отдыхе можно судить по выделению тепла Определяемому с помощью калориметра Либо по изменению электросопротивления Которое существенно снижается при отдыхе Прочность на этой стадии практически не меняется Полиогонизация связана с перераспределением дислокаций Она происходит при более высоких температурах Так как требует большей энергии активации При нагреве слабо деформированного металла Дислокации перераспределяются в энергетически более выгодные стенки Перпендикулярные плоскостям скольжения Эти стенки являются границами субзерен, полигонов Схематический процесс можно представить так При нагреве после сильной деформации Когда сформировалась ячеистая структура Полиогонизация заключается в перераспределении дислокаций В стенках ячеек Эти стенки сплющиваются И превращаются в плоские субграницы повышенной кривизны Образование таких субграниц происходит не одновременно во всем объеме В результате сплющивания стенок Ячейки превращаются в субзерна Затем субзерна укрупняются Укрупнение может реализоваться двумя механизмами Первый миграции границ При этом более крупные субзерна Увеличиваются за счет более мелких Второй механизм Коалисценции группы смежных субзерен При этом внутренние границы этих субзерен рассыпаются Дислокации из них втягиваются полями напряжений Во внешнюю границу сливающихся субзерен Последующий рост этого крупного субзерна Идет миграция границы В результате его разориентировка увеличивается Когда его граница становится больше угловой Субзерно превращается в зародыш первичной рекристаллизации Первичная рекристаллизация происходит при высоких температурах Порядка 3-4 десятых от абсолютной температуры плавления Формирование центров рекристаллизации Можно наблюдать с помощью электронного микроскопа Зародыши первичной рекристаллизации Прежде всего возникают у тройных стыков границ исходных зерен А также вдоль этих границ Там где при деформации решетка была сильнее всего разориентирована При дальнейшем нагреве зародыши рекристаллизации Растут миграции своих границ Существенно, что зародыши имеют ориентировку того субзерна Из которого они образовались Во время роста новые зерна сталкиваются между собой Возникают тройные стыки Наиболее стабильные те стыки В которых границы зерен образуют углы в 120 градусов Чем более углы в стыках отличаются от 120 градусов Тем быстрее мигрируют их границы В результате многократных столкновений Зерна приобретают форму многогранников После небольших и средних деформаций Когда разные зерна искажены не одинаково Менее искаженные зерна растут миграцией своих границ За счет более искаженных Возникшие выступы играли роль зародышей первичной рекристаллизации Чем больше центров рекристаллизации возникло Тем меньше конечный размер зерна Число центров зависит от степени деформации Диаграмма рекристаллизации иллюстрирует это положение Перед вами микроструктура металла После разных степеней деформации Нагрев после слабых деформаций Не вызывает образование центров Размер зерна не изменяется При нагреве после критической степени деформации Возникает мало центров Зерно резко укрупняется При нагреве после закритической степени деформации Зарождается много центров Зерно резко измельчается Первичная рекристаллизация завершается Когда весь объем металла заполняется новыми зернами Рекристаллизация Это важное, а для металлов и сплавов Не испытывающих вазовых превращений И единственное средство управления их структурой Редактор субтитров А.Семкин